Вы ненавидите американцев, потому что они злые капиталисты, это верно? Да нет, а чего? Тут самое главное, что есть американцы, а есть всякие Трампы и прочие товарищи. Так вот, американцев я уважаю и люблю, а вот их правительство как-то не очень. Ну, смотрите, я вообще не шарю в коммунизм, и можешь объяснить в двух словах, что это такое? Это когда ты отдаешь всю землю крестьянам, а ничего не зарабатываешь, и все живут хорошо, пенопласт молочный, люди 3 метра рост, все довольны, войны нет, голода нет, дети рождаются сразу 18-летние и готовы работать на заводе. Вы ненавидите американцев, потому что они злые капиталисты, это так? Да. Нет, это просто другие люди, вот и все, другой менталитет у них. Они несколько веков воспитывались в капитализме, в этом есть свои минусы, есть свои плюсы, но ненавидеть меня не за что их. Вот я вообще не разбираюсь в коммунизме, можете объяснить, что это такое? Я абсолютно так же в нем не разбираюсь, мне кажется, вот знаете, Ленин, да, был, и похожее слово коммунизм, что-то такое, это все, что я знаю. Что такое коммунизм? Коммунизм, ну насколько я знаю, в целом это хорошая идея, в том, чтобы люди не нуждались в деньгах, и жили как в равноправии, и трудились на благо друг друга. Но то, что мы знаем о коммунизме, да, это, наверное, худшее проявление. А к север-корейцам? Нормально, боюсь просто сказать, что это то вдруг. Какое у вас отношение к американцам? У меня положительное, ко всем, и к американцам, и не к американцам, и к местным. А европейцев вы ненавидите, потому что они злые капиталисты. А европейцев тоже люблю, всех капиталистов люблю, и капитализм это классно. Что такое коммунизм, я вообще не разбаляюсь, серьезно. Ну, коммунизм это определенная, так сказать, структура государства, структура мышления. Вот, соответственно, в России это единственное место, где это удалось сделать на целых 70 лет. Но, как видите, это что-то как-то не прокатило. В России добились коммунизма? Ну, такое было ощущение, что добились, но в итоге... При капитализме какие условия? Хуже, безусловно. Да. Общество потребления, да, ничего не принадлежит людям. Ужасно. Для меня коммунизм это что-то старое и неудачное для нашего современного мира. Это что-то, которое я бы не хотела иметь в нашем стране. Наш менталитет это коммунизм, верно? На данный период, да. Общество не успело перестроиться с 90-х. Вот, и сейчас происходит расслоение. Старое поколение думает о коммунистах, а новое поколение, оно потерялось, я считаю. Потому что мы родились на стыке капитализма и коммунизма. И мы, вроде, хотим помогать всем, как альтруисты, но, тем не менее, иногда просим за это деньги. В России какая-то вообще дикая, абсолютно, модель. Она и капиталистическая, и не социалистическая, и как-то крайне ограниченной свободой. Как бы вы её назвали одним словом? Одним словом? Ну, я бы назвал её переходной. К цивилизации, к цивилизованному обществу. То есть, скоро будет всё хорошо? Ну, лет через 50, да, я думаю. А что такое капитализм? Капитализм? Ну, я не экономист, думаю, что это когда власть основана на денежных отношениях, на рыночной экономике. Коммунизм лучше капитализма? Если смотреть со стороны экономики, то нет. Почему? Потому что в плане экономики, ну, как может быть, план экономики хороший? То есть, грубо говоря, это вот то, на чём погорел Советский Союз на плану экономики. И вот другое дело, когда это смешивается. Опять же, можно в этом плане вспомнить про те же самые США, где это всё гармонично. То есть, там есть доля капитализма, есть доля каких-то социальных вещей, которые коммунистические абсолютно. И в итоге всё это работает так, что страна живёт. Не, я считаю просто американцы, китайцы поступили более интересно и сумели вовремя поменять свою модель и совместить эти две политические системы и коммунизм. И капитализм, то есть, такой коммунистический капитализм. Но всё равно я за капитализм, нежели за коммунизм в любом проявлении его. Но вообще, коммунизм неплох в самой идее. А он лучше капитализма? Кому как? Я думаю, что нельзя сравнивать. Ну, как бы это разные течения. Вы бы хотели родиться 50 лет назад при коммунизме? Да. А как сделать так, чтобы все были богатыми? Ну, как бы, чтобы все были богатыми, такое невозможно, по сути. Но если есть закон, который соблюдают все, вот начиная от самого верха до самых низов, то, в общем-то, любой человек сможет что-то добиться, сможет отстать богатым. Такого, наверное, никогда не будет, чтобы соблюдать. Ну, в России, да. В теории можно обеспечить людям какую-то базовую модель потребления, но чтобы этот путь не занимался слишком, не был слишком сложным, да. Это получается такая некая уравниловка. То есть, когда человеку нужно закрывать какие-то базовые потребности, да, и ходить на какие-то базовые культурные мероприятия, до этого уровня нужно сделать, чтобы легко можно было, да. Да, допустим, каждый обычный, там, сотрудник какого-нибудь завода, условно говоря, мог себе позволить какие-то базовые потребности, да, жить в нормальной квартире, нормально питаться, нормально развлекаться. У вас много денег? Для студента Москвы, да, достаточно. Прозвольте фразу, я хочу много денег, потому что? Потому что хочу изменить этот мир. Как бы его изменили? Делали бы всех коммунистами? Нет, я бы создавал новые рабочие места, а не жаловался. Ну, представим, что если через тысячу лет общество будет идеальным, высоконравственным, талантливым, все люди будут красивыми, то да, будем при коммунизме. Ну, пять лет слишком мало для построения коммунизма, и коммунизм еще никто не построил. Можно и социализм там. А китайцы? Ну, у них же еще не коммунизм, они его строят. Может быть, через сто лет мы будем жить в коммунистическом обществе, как думаете? Я думаю, что да, будет все развернуто примерно, и можно сейчас посмотреть, допустим, на Скандинавию, на скандинавские страны, и там все, по моему мнению, приобрело правильную форму. Там правильная форма социализма, так скажем, то есть государство социальное. Ага, не Америку, не Европу, вернее, не Америку, не Россию я не могу назвать социальным государством, где все для общества. Явно нет, знаете, потому что это же что-то из прошлого, да, коммунизм, но как это может быть в будущем? Может быть, он вернется, может, это как бумеранг, отправили, сейчас обратно вернется. Я не думаю, что что-то старое возвращается в современное общество. Я думаю, что даже родится нечто новое, какой-то строй общества, как раз вот именно мы возьмем самое лучшее от капитализма, самое лучшее от коммунизма и построим что-то новое. Хорошо, давайте подтвердим, что вы ненавидите американцев. Я не ненавижу американцев. Вот у вас есть большая красная кнопка, вы на нее нажимаете, и все ваши деньги уходят к угнетенному классу. Вы на нее нажмете? Все мои деньги? Да. Прямо сейчас? Да, с карточки спишутся. Ну, например, всем африканцам или, не знаю, людям, которые приехали на заработки. То есть, африканцев в Америке вы сейчас назвали все угнетенному классу? Это афроамериканцы, это уже другой народ, избалованный от цивилизации, скажем. Вы на нее нажмете? Конечно, у меня нет денег. У меня нечего терять. Да. Почему да? Да, еще заработаю. На жаль бы. Да нет, не на жалоба. По той просто причине, что по опыту вот каких-то там этих всяких бездомных и прочих, ну, грубо говоря, эти деньги уйдут никуда. No. Почему нет? Because if I had a lot of money, I would spend it for myself and for my family, for my close people. Вот и все вопросы. Да, все правильно. Вот и все 8 вопросов.